Сегодня мы глянем на 10 девайсов для геймеров за 2 доллара. И каждый гаджет улетит в свою корзину. От годных девайсов до девайсов, в которых вообще нет смысла. Или они совсем не выполняют свою функцию. Ну а начнем пожалуй с коврика для мыши. Вот такой коврик небольшого размера. Выглядит он неплохо, но первое что бросается в глаза, точнее в нос, так это его запах. Пахнет прям дешевой китайщиной. Но помимо этого минусов я не нашел. Как коврик для мыши он я бы сказал хороший. Очень удивил меня тот факт, что он прошит, а значит хватит его надолго. И нитки ниоткуда не торчат. Да и по столу не ездят, ведь с обратной стороны он прорезинен. Да и мышка скользит по нему как надо. Также я сравнил его со своим ковриком от Ardor. И разницу в качестве принта и материала вообще не заметил. Единственное это размер, ну и конечно же запах. А так 100% за 50 рублей это отличный вариант. Хоть на картинках он и был куда большего размера, но думаю за такую цену вообще грех на что-то жаловаться. Это нормальный коврик, который хорошо выполняет свою функцию, да и выглядит неплохо. И отправляется он в корзину годных девайсов. Коврик есть, а что насчет мышки? Я откопал наверное самую дешевую мышку. И стоит она так же как ковер, всего 50 рублей. Вот такой белый монстр. И в этом случае монстр, потому что она ужасна. Вся мышь изготовлена из какого-то дешевого белого пластика, который кстати не воняет, но на ощупь он максимально неприятный. Глайды тут типа есть, но по факту это просто целая отлитая деталь. А клавиши ну очень громкие. Ну и куда же без омерзительного колесика. Также она имеет ну просто врывиглазную RGB подсветку, которая не просто повысит ваш фпс, а снесет вам комп нахуй. По крайней мере я так думал. Но после того как я испытал ее, могу сказать, что на самом деле с этой мышки даже получится поиграть. 360 конечно не покрутишь, ведь сенсу довольно просто сорвать. Но если не выделываться, то поиграть еще как получится. Кстати заметили этот нож? К слову я получил его абсолютно бесплатно. Спросите меня как? Все это благодаря операции Jungle Blade на Epic Drop. Цена операции 600 рублей, но по моей ссылке тебе она достанется абсолютно бесплатно. Задания в операции очень простые. И уже на 15 квесте ты получишь тайное ВП. На 30 и 45 заберешь халявные перчатки. Ну а за прохождение всей операции заберешь бесплатный гарантированный нож. А поверь мне, на дороге они не валяются. А если тебе этого мало, то на этой же странице ты можешь поиграть в бесплатную мини-игру Prefire Battle с реальными соперниками за такие же реальные призы. Играть можно бесплатно раз в час и фармить победы. Все это добро оставил в описании, поэтому ставь ролик на паузу и забирай халяву. А мышка, кстати, отправляется в среднюю коробку. Была ли у вас такая ситуация, что кабель некуда вставить, потому что нет свободного слота. Особенно если говорить о ноутбуках. Да? Так вот, в этом поможет USB хаб на 4 слота за 2 бакса. Рассказывать про него особо нечего. Обычный хаб не премиального, но и не отвратительного качества, который поможет вам исправить проблему внутри дополнительных слотов. Вещица реально нужная, поэтому вместо корзины он переезжает ко мне на рабочее место. Следующим на очереди будут вот такие наушники за 50 рублей. В комплекте сами наушники и на удивление тут еще есть набор сменных насадок. Но, к сожалению, это никак не делает их лучше. Вставив их в ПК, провод оказался ну очень коротким. А когда я решил проверить звук, то он оказался просто омерзительным. Низов и вершин вообще нет. Только лишь одна середина. Если вы не понимаете о чем речь, то вот вам пример нормального звука. А вот вам пример без низов и вершин. Чувствуете разницу? И именно поэтому они отправляются в корзину бесполезных девайсов. Покупать такое точно не стоит. А вот и товар, с которого меня просто вынесло, когда я его увидел. Это мини-пылесос для клавиатуры. Стоил он 2 доллара и он смешной. В комплекте две насадки. Одна с щеткой, вторая просто для того, чтобы лучше сосал. Ну, а проверял я его примерно так. И что касаемо первой, пыль она действительно может вытряхнуть из вашей клавиатуры. Но пылесосить вообще нет. Просто посмотрите на эти отверстия. Да я бы даже сказал дырки. Оно и не удивительно. Что касаемо второй насадки, то она уже может справиться с парочкой пылинок. Сосет он ну очень слабо. Хотя шумит, ой-ой-ой, как громко для такой маленькой штучки. А работает от USB. Устроен он, к слову, нехитрым образом. Снимаем верхнюю часть и тут просто какая-то салфетка. Ну а снизу находится малюсенький моторчик. Который, кстати, выдувает неплохо, но всасывать ни в какую не хочет. Такой девайс вы действительно можете приобрести. Ну, чисто, чтобы поглубиться над ним. Ну, правда, меня он смешит. Чисто такой антистресс для самоутверждения. Но, к сожалению, придется отправить его в корзину от стойных девайсов. Идея класс, но реализация, правда, подкачала. Ну а чтобы проверить блютуз наушники за 2 доллара, нам понадобится следующий девайс. Который тоже придется проверить. И это такой блютуз адаптер, чтобы вы могли подключить любой гаджет к ПК по блютузу. Еще его можно использовать как погремушку. Но перед использованием его нужно зарядить. И заряжается он от microUSB. Это уже как бы минус балл. Затем в него вставляется переходник. И все это вставляется уже в ПК. Нажимается кнопка. И по идее можно подключаться. Но с наушниками за 2 доллара у меня не получилось. А вот с моими G435 все сработало. Только смысла в этом ноль. Ведь они работают по радиоканалу. Блютуз адаптер отправляется в среднюю коробку. А наушники так уж и быть проверю с телефона. И на удивление у них довольно неплохой звук по сравнению с первыми. Бас никуда не пропал. А вверха не пищат. Они правда меня удивили. С учетом того, что первые проводные. Ну со звуком просто никаким. А эти помимо того, что работают по блютузу. Так еще и звучат неплохо. За это они отправляются в корзину вводных девайсов. Послушать послушали. А что насчет того, чтобы поговорить. Для этого я заказал такой микрофон. Выглядит он конечно забавно. Но что будет по звуку. В целом то если говорить прямо в этот микрофон. То звук довольно охуи за эти деньги. Только если бы это конечно было правдой. На самом деле если говорить в упор к микрофону. Именно так. То звук еще пойдет. За 200 рублей я не знаю может ли быть лучше. Но это еще терпимо. Но если поставить его на стол. На его подставочку. С которой он вечно падает. То это будет ужасно. Примерно вот такой вот звук. Мы получаем за 200 рублей. И это он вот по назначению. Просто стоит на столе. Как и должно быть. Мне кажется так не должно быть. Не знаю какой толк от такого микрофона. Ведь он даже не может устоять на своей подставке. За это отправляем его в корзину бесполезных девайсов. И следующий гаджет. Это даже не гаджет. Это такие рукава в которых я никогда не видел смысла. Да и рассказывать о них нечего. Просто рукава. По коврику рука скользит с ними вроде лучше. Но я не вижу в них смысла. Я отправляю их в среднюю коробку. Давайте глянем на последний товар за 2 бакса. И за сегодня он по моему мнению лучший. Вот такой толстый плетеный кабель. Type-C с индикатором зарядки длиной в 1 метр. Ранее я заказывал себе что-то подобное. Только двухметровый. И служит он мне по сей день. За это новый кабель отправляется в корзину годных девайсов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!